Друзья, всем огромный привет! Сегодняшнее видео у нас будет о расхламлении косметики, и я снимаю его из-за вас. Дело в том, что на днях я опубликовала в сторис то, как разбираю шкафчик в ванной, и многие из вас просто начали подряд вот так строчить сообщение, что Катя, не выбрасывай, не выбрасывай, расскажи про эти средства. Я была в шоке, потому что я уже, ну, уже сложила это все в мусорный пакет, честно говоря, и собралась все это выбрасывать благополучно. Я также провела опрос в инстаграме, спросила, интересен ли вам будет такой формат и такое видео, и вы ответили, что да. И у меня здесь целый пакет косметики, которая мне не подошла, у которой вышел срок годности, которая мне просто не нравится. Я не хочу это видео растягивать до бесконечности, потому что средств очень много, и о каждом я скажу буквально пару слов, мы не будем очень долго на них останавливаться. Также хочу упомянуть, что у меня сложный тип кожи, сейчас я лечу ее у доктора, поэтому большинство средств мне нельзя применять и использовать по медицинским показаниям. Поэтому, если мне что-то не нравится, либо не подходит, это не значит, что это средство плохое. Так что имейте в виду, что цель этого видео не показать как-то в негативном ключе эти средства, это просто расхламление моего косметического шкафчика и такая реорганизация. Давайте начинать, у меня здесь целая гора, я не буду ни в какие группы, ни в какие системы это объединять, я просто по очереди расскажу вам обо всем в паре слов. Первое средство это бодяга форты, и я покупала ее, когда только переехала на эту квартиру, у меня тогда был дикий стресс, и все мое лицо было покрыто такими прыщами, которых у меня в жизни никогда не было. И я от отчаяния купила бодягу, мазюкалась ей и делала себе такой естественный пилинг. Кстати, к слову, она мне тогда помогла. Но с тех пор я пока не рискую больше это наносить на лицо, естественно. Во-первых, вышел срок годности, во-вторых, я сейчас занимаюсь лечением, поэтому это не очень для меня актуально. Термальная вода от Виши, у меня точно такая же стоит в ванной, новая, просто эта водичка закончилась. Целая линейка средств от Риши, вы мне написали кучу-кучу комментариев насчет этого бренда. Я погуглила, посмотрела, прониклась, и больше я использовать эти средства не могу. Кстати, у них есть масло для тела, которое мне очень нравится, оно, по-моему, антицеллюлитное, что-то такое. Но у меня куча сомнений, не могу использовать, вы мне столько страшилок рассказали. Видите, я тогда этим пользовалась немножко, вот здесь у меня уже попользованные средства. Но после ваших комментов я не могу этим пользоваться. До свидания, Риши. Кстати, они до сих пор пишут мне на почту, по два сообщения, наверное, в день. Но я не отвечаю, просто в блог идут и все. Смягчающий крем для ног от Эвелин. У меня тоже он закончился, пустой, поэтому я выбрасываю эту баночку. Бренд Апью тонер для лица Мэдикасис Блю Тонер. Я не знаю, как правильно читается, я думаю, вы его знаете. Мне уже многие в комментариях, в инстаграме написали, что как ты можешь его выбрасывать. Он просто закончился. Я его не выбрасываю, я им пользовалась тоже года два назад. Он мне в целом нравился. И вот, да, у меня здесь буквально чуть-чуть на донышке осталось. Бренд Лорен. Крем для рук и для ног тоже закончились, выбрасываю. Ничего особенного, второй раз покупать не буду. Покупала, когда мне нужны были недорогие кремы. Средства Миксит. У меня с ними такие же сложные отношения, буквально как с брендом Риши. Поэтому я попользовалась ими какое-то время, поиспользовала. Но, честно говоря, больше нет желаний. Как-то у меня совсем все отпало к ним. И к Риши, и к Миксит. Такие спорные бренды, как-то даже, знаете, странно ими пользоваться. Странно об этом вам рассказывать. Поэтому они тоже отправляются на покой. Маска Пойот, которая у меня вообще абсолютно пустая. Выжата до последней кап. Хочу купить такую же вторую. Эта маска Детокс от Пойот. Она такого бело-розовенького оттенка. Она очень классно успокаивает кожу. Приводит ее в порядок. Я ее люблю делать с утра. То есть, когда ты только проснулся, весь такой немножко отекший. Может быть, не очень там кожа за ночь восстановилась. Вот эта масочка, она прям, знаете, помогает. Мне нравится. Я вторую буду брать обязательно. Крем для рук Вазелин. Это, знаете, такой распиаренный момент был в одно время. Я тоже его купила, повелась. Ну, нормальный обычный крем для рук. Ничего особенного. Второй раз брать не буду. И он у меня тоже закончился. Вот эта покупка была абсолютно провальная. Это Bad Eye Cream with Apieu. У меня раздражение на него вокруг глаз. Хотя это крем для глаз. И меня очень смутило во время покупки. Точнее, уже после покупки. Потому что я же все-таки его купила. Что здесь такой огромный объем. И он очень недорого стоил. Потому что у меня сейчас крем для глаз от Estee Lauder. И там, естественно, вот такой малюсенький объем. А стоит как будто бы, я не знаю что. Дорогущий крем. А этот стоил недорого. Ну, и у меня он вызвал раздражение вокруг глаз. Поэтому, знаете, вся эта косметика, которая здесь, это для меня гигантский урок. Просто гигантский урок о том, что не нужно покупать что-то слепо. Не нужно пытаться пробовать что-то новенькое постоянно. Нет. Если вы что-то нашли для своей кожи, лучше так не рисковать. Потому что, вот, видите, у меня здесь целый пакет средств, которые, ну, такие, очень-очень спорные оказались. Вот этот красавчик от Елизаветки. У меня тонер вот здесь вот совсем на дне остался. Когда наступило лето, я перестала им пользоваться. Он мне очень нравился. Он действительно очищает хорошо поры. Он с кислотами. Благодаря этому происходит небольшой пилинг. В общем, очень классное средство. Если вы на iHerb сидите, можете его попробовать. Если у вас тем более проблемная кожа, либо расширенные поры. Я бы его второй раз взяла, но сейчас из-за того, что у меня схема ухода абсолютно другая, я его пока не буду покупать. И ничего лишнего не хочу покупать пока что. Крем Calamansi от Apieu. Я не знаю, как правильно читать, поэтому я могу ошибаться. Написано, что этот крем для сияния кожи. Что он с фруктовым экстрактом, с фруктовыми, может, тоже какими-то кислотами. Тоже неплохой крем, но у него, по-моему, уже срок годности вышел. Следующая покупка – это моя боль. Вот такой вот гигантский тюбик тоже сейчас отправится, скорее всего, на покой. Вот такой большой-большой флакон от Apieu. Это освежающий тонер, освежающий тоник даже для лица. На него очень много положительных отзывов. Я им пользовалась, наверное, около месяца. Мне все нравилось, и в один момент прекрасный у меня просто началась аллергия. Я пользуюсь-пользуюсь, и у меня все краснеет. У меня вот особенно здесь под глазами вот этот участок, прям такая корочка, знаете, появляется ровно-ровно под глазами. Это признак аллергии, поэтому я от него, к сожалению, тоже избавляюсь. Вот видите, насколько здесь все индивидуально. И тоже, я его, по-моему, даже в каких-то видео показывала еще год назад. Я им пользовалась действительно около месяца, может, даже больше месяца им пользовалась. Тут еще очень удобная помпа. Вы нажимаете, и средство подается. Мне такое нравится. Но оказалось не мое средство. Следующее средство, это ночная маска от Clinique. Она шла у меня в каком-то подарочном наборе, то есть я брала какое-то средство, и вместе с ней шел вот такой подарочек. Честно говоря, я ее вообще не поняла. То есть я ее наносила, я использовала до конца, тут пустой тюбик, но никакого эффекта абсолютно не было. Мне даже показалось, что от нее у меня маленькие высыпания появлялись. Не сильно, но, знаете, где-то один-два прыщичка вскакивала. Я не поняла эту штуку, хотя тоже отзывы неплохие, но мне не подошло. Второй раз бы я не стала это покупать в полноразмерной версии. А вот это средство от Clinique я, наоборот, очень люблю. Это бальзам для снятия макияжа. У меня он закончился, поэтому я, собственно, избавляюсь от него. Но очень классное средство. Если вы любите гидрофильные масла, если вы любите все, что растворяет макияж, классная штука. Сейчас у меня Биодерма, но вот это мне нравится. Именно для снятия, знаете, даже такого стойкого макияжа очень хорошо работает. Еще одно средство от Clinique, это тоже шел пробник для глаз. И с ним тоже у меня такая неоднозначная история. Вот видите, такой малюсенький тюбик, хотя мне его хватило на очень продолжительное тестирование. Я его попробовала. Вначале все было хорошо. И недели через две где-то, да, я не помню даже точный срок, но примерно через две недели у меня тоже начало все вот здесь вот в уголках краснеть и щипать. Это странно, почему так продукт себя начинает вести. И, ну, у меня, значит, такая реакция кожи. Хотя тоже вот это средство для глаз очень хвалят от Clinique. Не знаю, но у меня тоже не пошло. Поэтому до свидания. Следующее средство от Garnier это лосьон для тела, который повышает упругость кожи. И я его очень люблю использовать вместе с тренировками, с каким-то массажем. Вы знаете, у меня есть такая щетка, которой я делаю массаж тела. Очень классно работает. То есть не то, что вы станете, там, я не знаю, стройняшкой за две недели или похудеете, или что-то там случится. Мне нравится он тем, что когда я его наношу, он настолько хорошо впитывается, что кожа такая прям скользит все по ней. То есть не жирная остается, не липкая, а прям все всасывается, впитывается как надо. Плюс мне кажется, ну, по ощущениям, что действительно кожа становится более гладкой. У меня такой же новый стоит в ванной. Я сейчас им пользуюсь. Я очень его люблю. Если вы никогда не пробовали, то также можете попробовать. Мне нравится это средство. И раньше у них еще был такой скраб сахарный, по-моему, для тела. Еще это очень вкусно пахнет. Вы поняли, я раньше была супер фанатом корейской косметики, поэтому у меня ее так много. К сожалению, приходится от многого избавляться, что-то закончилось. Но это нормальная практика. У каждого, я думаю, есть такие ящички, которые надо бы разобрать. Средствами, которые уже, прямо скажем, застоялись. Следующее корейское средство от Миши, это тональный крем, который, точнее BB крем, да. Ну, это одно и то же практически. Который я использовала тоже до последней капли. Он мне очень нравился. Но сейчас я бы, наверное, его не стала использовать. Во-первых, у них серый подтон. У большинства корейских средств для лица, у BB-шек, именно серый подтон. Поэтому я не стала бы, наверное, сейчас его использовать. Но для тех, у кого светлая кожа, все же присмотритесь. Обратите внимание, у меня оттенок номер 13. Это один из самых светлых оттенков. В целом, мне это средство нравилось. Но так как у меня жирная кожа, он не очень хорошо ведет себя на ней. То есть, у большинства корейских средств, в принципе, финиш такой сияющий, мокренький, влажный. И его нужно очень хорошо припудривать. Но это не всегда удобно, потому что очень быстро проступает собственный жирный блеск. И приходится опять это все убирать и пудрить. Но по покрытию, по тому, как он распределяется по коже, как он сидит на ней. Это выглядит очень красиво. Может, когда-нибудь я его и куплю еще. Может быть, я подберу какой-то более подходящий оттенок, если у них есть что-то с розовинкой. Потому что можно наконец-то их прийти, потестировать, посмотреть. Я заказывала это средство на iHerb в свое время, после видео Оли Red Autumn. Следующее средство это гликолевый тоник. Пилинг-бустер для лица от Apieu. Он мне тоже очень нравится, потому что все средства, которые делают пилинг кожи, они так натягивают хорошо кожу, он становится более упругой. Все шелушения проходят, все это снимается. Мне такое нравится. Оно использовано у меня до конца. И сейчас на зиму, на осень я хочу тоже купить какой-нибудь пилинг, что-нибудь новенькое попробовать. Потому что это классно работает, особенно в зимнее время. В летнее время лучше ими не пользоваться, потому что это может дать лишнюю пигментацию на коже и какие-то ожоги. Следующее средство от Apieu. Как вы видите, у меня много средств от Apieu, но я его выбрасываю, потому что это оказалось полной ерундой. Это пленка для лица, которую вы наносите, она засыхает, и вы вот такой вот штучкой, пленочкой его снимаете. Во-первых, оно не делает ничего, кроме того, что выдирает ваши волосы, если они у вас есть на лице. Это тоже, конечно, неплохо, да, депиляцию себе провести одновременно. Но в качестве ухода, в качестве какой-то работающей маски, это нет, абсолютно нет. И отзывы на нее были плохие. Ну, я уже выяснила, это когда купила и когда попользовалась ей. Поэтому она идет в помойку. Следующее средство, от которых я избавляюсь, ну, это не средство, от которых я избавляюсь, это пустые баночки, от которых я избавляюсь. Это аромамасло с лавандой, это мандарин, и это опять с лавандой. Я просто очень люблю аромамасло, у меня есть аромалампы, в которые я постоянно их капаю. Я принимаю ванну с аромамаслами, меня они успокаивают, для меня это работает. И, знаете, такая ароматерапия, реально, для меня это работает. Мне очень нравится, поэтому у меня столько много пустых тюбиков. Следующее средство, это сыворотка Мэд Хиппи с витамином С. Честно говоря, не поняла. Вообще все очень хвалят средства с витамином С. Мне почему-то они не подходят. У меня уже было несколько легендарных, знаменитых, которые все обожают средства с витамином С, и мне ни одно из них не подходит. Это особенность моей кожи, я не знаю, почему так. Может быть, мне сейчас, кстати, доктор подберет что-то подходящее, потому что они так-то классно работают на коже, и много плюсов, и много пользы приносят. Но не моя тема. Вот эта сыворотка была достаточно дорогая. Она стоила около 2000, мне кажется, даже, наверное, больше. И я была очень расстроена. И пользовалась, пользовалась, и не увидела никакого результата. Поэтому пустая баночка для меня, к сожалению, оказавшаяся бесполезной. Хотя, может, она что-то и делала. Идет в помойку. Но следующее средство тоже для глубокого пилинга. Это гликолевый крем, который делает пилинг вашей кожи. Вообще, это целая серия. К сожалению, я уже выбросила пустую упаковочку от тоник. Сначала вы протираете лицо тоником, вот с этой гликолевой кислотой. Следом вы наносите крем и ложитесь спать. И в течение, там, по-моему, двух недель, может быть, трех недель вы делаете этот пилинг. Это все очень круто работает на коже. Ваша кожа, опять же, подтянутая, шелушение проходит. Классное средство. Присмотритесь тоже. Это бренд Revivo Labs. Почитайте на iHerb. Очень много про это все информации там найдете. Следующее средство это дезодорант от FA. Я перестала ими пользоваться. Я вам уже в каком-то видео говорила. Сейчас перехожу на натуральные дезодоранты. Конечно, у меня такой еще сложный переход. Мне очень непривычно. Я постоянно потею. Извините за подробности. Но вот у меня такая особенность организма. И мне, как-то, знаете, сложно. Но из-за риска болезни, из-за риска всего на свете, я стала очень бояться пользоваться этими средствами. Поэтому они идут в помощь. Следующие два средства от Andalou. У меня они почти что пустые. Это ночной крем и это дневной крем, опять же, с витамином С. Который, ну, мне кажется, он тоже вызывал небольшие высыпания. В целом, у этого бренда неплохие кремы. Они тоже продаются на iHerb. Присмотритесь, почитайте отзывы. Ну, мне нравится. Только что вот серия с витамином С мне не очень подходит. Следующая маска тоже от бренда Apieu. Она успокаивающая с зеленым чаем. Я покупала ее, помню, в период, когда у меня тоже были очень сильные проблемы, связанные с кожей. У меня был сильный стресс, и я даже не могла выйти на улицу. Как я всегда, ну, стараюсь экономить. У меня с финансами такие, да, бывают трудности. Я искала что-то очень дешевое, но работающее. И я помню, что прочитала на эту маску замечательные отзывы. Пошла ее купила и неделю пользовалась только этой маской. То есть я не использовала ни умывания, я не использовала тоники. Я ничего не могла использовать, потому что у меня на коже как будто бы были открыты ожоги. Вот до такой степени. И я использовала вот эту успокаивающую маску, и она мне помогла. Поэтому я говорю этой маске большое-большое спасибо. И так как она закончилась, я ее выбрасываю. Но у кого проблемная кожа, можете обратить внимание. Ночная маска для лица с маслом чайного дерева. Это мне прям понравилось, и она стоила около 100 рублей, по-моему, по скидке. Это очень дешево, но мне помогло. Следующая сыворотка с гиалуроновой кислотой от бренда Now, Now Solutions. Не знаю, тоже я пользовалась ей, но не почувствовала какого-то супер прям результата. Закончилась у меня. Второй раз бы покупать, наверное, не стала. Но как бы ничего плохого тоже не могу сказать про нее. Следующее средство тоже используется для отшелушивания, для сияния кожи с гликолевой кислотой от бренда Pixi. Он очень дорогой, я поэтому брала маленький объем. И вот именно он мне не сильно подошел. То есть я не увидела какого-то суперэффекта. Опять же, сейчас прошло уже два года с тех пор, как я им пользовалась. Поэтому все может измениться. Может, стоит попробовать. Вообще его хвалят. И даже косметологи его хвалят. Так, у меня здесь еще аромамасла с сосной, которые закончились. Я их выбрасываю. Пустые бакончики. И средство Rexona, которое я тоже выбрасываю. Я вам объяснила уже про дезодоранты. Я им больше не пользуюсь. На этом все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. И может быть оно чем-то вам помогло. Потому что я до последнего не хотела его снимать, пока вы меня просто не атаковали сообщениями. Потому что мне как можно скорее хочется их выбросить уже и забыть. Скоро я сниму влог. Я там показываю полочки. До, после, что у меня получилось. Как я разобрала все это дело. И чем я пользуюсь сейчас. То есть я покажу вам полочки с актуальными для меня средствами. Огромное спасибо за просмотр. Я вас всех обожаю. Всех люблю. Желаю вам всем здоровой и красивой кожи. И увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok